Привет, друзья! Наконец-то пришло время рассказать вам о моих книжных покупках, прекраснейших книжных покупках. Я прям не знаю, за что сейчас хвататься, о чем рассказывать, и здесь еще столько интересных историй с ними связанных будет, что уже не терпится начать. И, возможно, кстати, о последних книжных покупках, потому что в Wildberries запретили продавать книги в Украине, так что покойся с миром, Wildberries. Но я теперь не знаю, где книги покупать. В общем, мне настолько не терпится, что давайте уже сейчас сразу начнем. Я очень много в этом месяце покупала книг с рук, и с этим связано много интересных историй. Я поняла, что нужно покупать книги с рук почаще, потому что, например, первая книга, которую я купила с рук, это учебник для детектива Джедедая Берри. Мне эту книгу посоветовал зритель, и я прям, как только прочитала этот совет, сразу же понеслась искать эту книжку. Она выходила довольно давно, в 2011 году, поэтому, естественно, купить ее уже можно только с рук. И я нашла ее, сразу же заказала мне, она сразу приехала, я ее открыла. И на меня прям выпрыгнула визитка эротического массажа. Мы очень долго смеялись со зрителями в Инстаграме, что это пригласительное, чья-то визитка, либо же это просто кто-то положил рекламку и забыл ее достать. Я, надеюсь, забыл ее достать случайно, а не намеренно. В общем, я ее прям даже порассматривала, почитала, удивилась, что такое кальянный массаж. Это тебя массируют трубкой от кальяна или дышат в тебя дымом, и он должен как-то тебя массировать. В общем, очень много вопросов вызвала эта бумажка, больше, чем сама книга. Поэтому в другом случае я ее, естественно, выкинула. Не хочу я ее сильно вертеть, может быть, меня заблокируют. Вот, в другом случае я бы ее выкинула, но что-то как-то не знаю. Теперь у меня эротический массаж плотно связан с этой книгой, простите, Джедайя Берри. И мне хочется, чтобы как память лежала визитка эротического массажа. Что за книга? Я о ней уже, в принципе, рассказывала в прочитанном, я ее сразу же села читать. Это очень атмосферный такой мультяшный, нуарный детектив. О необычном детективном агентстве, расположенном в городе, в котором всегда идет дождь. И вот нашего героя из обычного клерка внезапно повысили до детектива. И он не понимает, почему, что происходит, что ему с этим делать. Все люди, у которых он хочет узнать, они либо недоступны, либо умерли, либо не хотят отвечать. И вот это все запускает череду довольно загадочных и мистических событий. Интересная история номер два. Связана с книгой Хуанхос Эмильяс в алфавитном порядке. Тоже довольно давно выходила эта книга. Это вот одно из первых произведений в серии, вот, да, большие книги, только маленьком таком квадратненьком. Почему-то вот я знала всегда, что это испанская литература, что это магический реализм. Но руки как-то вообще не доходили эту книгу купить, о ней никто не рассказывал, она как-то вообще не на слуху. Поэтому, ну, как-то я и особо не хотела ее покупать. И вот однажды я решила послушать аудиокнигу и традиционно пять часов выбирала, чтобы такого послушать, чтобы было интересно. При этом, чтобы не было жалко, что я эту книгу слушаю, а не читаю в бумаге. И нашла вот в алфавитном порядке, в бумаге у меня ее нет, а узнать, стоящее ли это все-таки магический реализм или нет, хотелось. Я начала слушать и буквально через 23 секунды я уже гуглила эту книгу, чтобы ее купить. Написано очень красиво, вот, действительно, тот самый магический реализм, который я люблю. Главный герой читает детскую энциклопедию и образы из этих книг, они как-то вот материализуются в реальности. Я эту книжку купила, выставила в инстаграм, что здесь чужие пометки, и я так рада всегда рассматривать чужие пометки, потому что чаще всего люди обращают внимание далеко не на те вещи, на которые бы обратила внимание я, и это так интересно узнавать. Ну и в общем, мне одна из зрительниц пишет, о, так это вы купили книгу у меня. Я очень люблю такие ситуации, когда моя реальная жизнь и блогерская жизнь пересекаются, и, да, открывается такое небольшое окошко в этих двух жизнях друг к другу. Третья книга, которую я купила с рук, тоже я пыталась составить список книг в планы на зиму. Естественно, взяла всю гору, в принципе, опустошила все полки, сидела, листала книги в попытках понять, что же я конкретно хочу читать зимой. И листала книгу Михаила Нисенбаума, книга теплых вещей, это сборник рассказов. И так как, да, теплые вещи, то в них во многих зимняя очень атмосфера, я вот листала, листала и поняла, что зачиталась. Очень красиво написано, очень. И все, не прочитав даже книгу, просто полистав ее, я захотела скупить все книги Нисенбаума, и вот нашла с рук почту Святого Валентина. Здесь довольно интересный сюжет, здесь о мужчине, который открыл себе такие способности, да, посредством писем влиять на людей, заставлять их принимать то или иное решение или испытывать те или иные чувства. И он решил, так сказать, монетизировать этот свой дар и открыл вроде как какое-то сватовское агентство, где тоже, да, помогает людям расставаться, если им это надо, или мириться, если им это надо. И вот на этом всем как-то закручивается сюжет, какие-то лихие события начинают происходить, он там еще и переписывается с какими-то людьми. В общем, что-то, что не важно вообще, о чем здесь на самом деле, потому что, судя по тому, как пишет Михаил Нисенбаум в той его книге, которую я листала, мне как бы сюжет абсолютно неинтересен, важно, как это написано. Еще две книги, которые я совершенно спонтанно купила с рук, это вторая и третья части Дэвида Лоджа, его цикла «Академический обмен». Я давным-давно читала первую часть в «Электронке», мне она очень понравилась, я вам периодически об этой книге напоминаю, что здесь о двух преподавателей из США и Великобритании, которые, да, поехали по обмену, то есть поменялись на некоторое время местом своей работы, поехали в университеты друг друга поработать, и вот там начинается культурная комедия, так скажем, да, открывается сумасшедшее различие в культуре США и Великобритании, вот на этих различиях и построено очень много шуток, и, в общем, эта трилогия на самом-то деле в таких узких кругах книголюбителей считается ужасно редкой, и очень многие за ней охотятся, а тут я совершенно случайно, она мне попалась на глаза, и я решила, почему бы и не прикупить на самом-то деле, осталось теперь только либо перечитать в «Электронке» первую часть, либо тоже ее каким-то образом отыскать, и можно будет вот прочитать весь этот цикл, в нем на самом деле очень много английского юмора, довольно много черного юмора, все, что я люблю, еще и вот эта академичная атмосфера, да, университета, учебы, я почему-то очень люблю о таком читать. Следующих две книги, это такая, знаете, великолепная находка, сказочная история Золушки со счастливым концом, значит, вот книгу, о которой я вам сейчас буду рассказывать, я ее прям вот хотела больше всего, я ее весь прошлый год постоянно искала в букинистических магазинах, искала с рук, но так как она вышла в 2003 году, не в самой популярной серии, тем более, что я живу в Украине, то есть до нас и так дошли только какие-то огрызки, я даже не питала надежды ее найти. В итоге решила поискать не в букинистических магазинах, а в гугле, ну мало ли. Первая книга, название которой я вела в гугл, дала мне первую ссылку, и по этой первой ссылке я купила свою самую желаемую книгу последнего года, это Энни Пру «Грехи аккордеона». Причем с ней тоже связана интересная история номер 3, хотя она не очень интересна, поэтому назовем ее «Не самая интересная история номер 1». Новый подвид истории в этом видео. Она стоила на сайте какие-то копейки, буквально там 30 гривен, это где-то 90 рублей. Я ее заказала, все, как только я оформила заказ, цена моментально меняется на сайте на 99 гривен, это где-то 300 рублей. Ну и все, мне никто не звонит, ничего не говорит, я думаю, тю, странно. В итоге мне эта книга приходит, мне за нее надо заплатить 99 рублей, то есть новую цену, ой, 99 гривен, то есть новую цену. Никто мне не позвонил, не узнал, вдруг я не готова такие деньги за книгу отдавать. Очень смешной ход, да, интернет-магазина переобуваться уже после того, как оформили заказ. Я покупаю у вас машину за 20 тысяч долларов, вам ее присылают, а она уже стоит 30 тысяч, хотите, не хотите, но платите, это как-то очень странно. Ну, в общем, ладно, я прекрасно понимаю, что, во-первых, цена новая тоже не такая большая, во-вторых, сейчас в сегодняшних реалиях очень сложно интернет-магазином выживать, но тем не менее, да, забавная ситуация получилась, странный такой вот поступок интернет-магазина, но, в общем, я счастлива, что эта книга наконец-то у меня есть, обожаю Энни Пру, и история сама эта очень многообещающая. Здесь рассказывается о людях через вот аккордеон, которым они владеют, да, то есть есть какой-то один аккордеон, который создал человек, а потом вот он путешествует по разным людям, мы узнаем их историю, об их жизни. Я очень люблю такой ход, поэтому, надеюсь, будет очень интересно и как-то вот разнообразно. И вторая книга, которую я очень сильно хотела найти, это «Алан де Боттен. Искусство путешествовать». Путешествовать книга, ну, опять же, да, о путешествиях, какие-то, возможно, советы. Это даже, знаете, скорее вот не прикладная книга, вот как раз советами, а это художественный текст о путешествиях, около путешественнических темах. Вот как раз то, что я очень люблю. Размышления, да, Алана де Боттена, возможно, какие-то истории о путешествиях в культуре или какие-то истории интересных путешествий, которые происходили. То есть вот что-то такое, история о путешествиях, как мы начали передвигаться по этой планете, очень мне интересно. Так что я думаю, в ближайшее, точнее, надеюсь очень, что в ближайшее время он станет моим хорошим спутником в какой-то поездке. И вот пока я искала конкретно эту книгу Алана де Боттена, да, про путешествия, мне на глаза попалась другая его книга, которую я тоже решила купить. Это «Неделя в аэропорту Хитроу». Да, жалко, что у меня искусство путешествовать не в такой же твердой обложке. Я обожаю аэропорты, я от них без ума, и мне очень нравятся, какие неповторимые, уникальные чувства они рождают в людях. Да, с одной стороны, это предвкушение, это восторг, это ажиотаж, что вот через два часа уже начнется путешествие, ты попадешь в другую прекрасную страну, да, у тебя начнется отпуск, и ты будешь отдыхать, либо ты увидишь любимого человека, и то есть ты вот переполнен счастьем. А с другой стороны, у тебя очень много переживаний, потому что это довольно муторный процесс. Может не взлететь самолет, могут не подойти документы, может потеряться багаж, то есть очень много проблем может быть связано с перелетом, поэтому вот эта смесь, да, стрессовых переживаний и переполняющего тебя восторга, она рождает какие-то совершенно уникальные чувства, которые я обожаю испытывать. Поэтому вот я и хочу немножко, да, вернуться к этим своим чувствам. Здесь Алан Деботтон наблюдал за аэропортом Хитроу неделю, за людьми, за тем, как там все работает, и вот написал об этом небольшую такую книгу своих наблюдений, возможно, какая-то интересная статистика, которую он успел за это время подвести, очень много иллюстраций. В общем, такая книжка-атмосфера, да, если у меня будет долгая пересадка, например, где-то, можно вот будет развалиться на каком-то диванчике в аэропорту и тоже вместе с Аланом Деботтоном понаблюдать за людьми и за работой аэропорта. Еще одна книга, которую я купила по вашему совету, спасибо огромное, что вы заставляете меня тратить деньги, это Карин Юханисон «История о меланхолии». С этой книгой примерно то же, что и с учебником детектива, да, мне посоветовала зрительница, я сразу же понеслась искать в интернете, сразу же нашла, сразу же купила, она мне сразу же приехала, только вот читать я села не сразу же, потому что это нон-фикшн. Надеюсь, эту книгу не постигнет судьба каждого нон-фикшна у меня дома, когда оно просто покрывается пылью и уходит в забвение эта книга. В общем, да, это история о меланхолии, и чем меня эта книга очень привлекла, тем, что это чувство, да, это состояние будет рассмотрено во многом через известных личностей, которые в этом состоянии пребывали, например, Вирджиния Вулф, Франц Кавка, Марсель Пруст. Когда я увидела эти имена в аннотации, я все была куплена, мне не важно даже, что это нон-фикшн, который я читаю раз лет в 15, я хочу почитать о Кавке, о Вирджинии Вулф и о Прусте, да и вообще, в принципе, меланхолия, да, мне кажется, это очень такое популярное состояние, особенно на сегодняшний день, поэтому тоже будет, мне кажется, интересно о нем почитать. Популярное состояние, как-то я так сказала, неприятно. В общем, часто люди в наше время испытывают это состояние. Одной книгой Хоана Хосе Мильяса я не ограничилась, и прослушав его всего лишь 23 секунды, я решила купить все книги, которые у нас на русском языке вышли. Вот, купила себе вторую под названием «У тебя иное имя». Книга еще тоньше, чем предыдущая, что я думала, невозможно. А здесь потрясающая аннотация, очень подробная. Роман, вполне отразивший своеобразие мильясовского стиля. Именно это произведение было удостоено престижной литературной премии Испании. Очень интригующая аннотация, интересный сюжет. Жду не дождусь, когда почитаю роман, вполне отразивший своеобразие мильясовского стиля. Мне кажется, так можно сказать о любой книге, да. Книга, вполне отразившая своеобразие Карин Юханисонского стиля. Книга, вполне отразившая своеобразие Алан-де-Боттеновского стиля. Еще, кстати, одна тоже. Книга, вполне отразившая своеобразие стиля Эйнипру. Ну, в общем, вы поняли. Люблю такие аннотации. Исчерпывающее представление о книге дают. Еще одну книгу, которую я решила купить, это Альваро Помбо «Остров женщин». Тоже испанский писатель. Очень уважительно я отношусь к серии «Иллюминатор», потому что какую книгу я в этой серии не читаю, все вот прям в десятку. В прошлом году это был Бруно Шульц. В позапрошлом это Энрике Вилле Матес, Бартлби и компания. Просто две книги и две книги в любимое. Я решила, вот, может, найти третью и купила «Остров женщин». Это семейная сага о упадке семьи, которая вот со стороны казалась идеальной, пока не раскопали их какой-то страшнейший секрет. Что-то очень похоже на «Сто лет одиночества» Маркеса. Дальше я купила Нила Геймана «История с кладбищем». Очень мне нравятся такие детские книги с монстрами и юмором. Вот, видно, у меня с детства идет отголоски Евы Иббатсон, моей любимой писательницы, у которой, да, там главные герои самые разные призраки, очень смешные. Вампиры престарелые, у которых вставная челюсть, длинные таксы, сосиски, адские гончие. В общем, всякое такое. И вот решила взять «Историю с кладбищем Нила Геймана», о ребенке, которого воспитывают на кладбище мертвецы, привидения, упыри, вампиры, оборотни и всякое подобное прочее. По-моему, упыри это и есть вампиры. Или нет? Не разбираюсь я в этой нечисти. Мои познания в нечисти ограничились детством. Здесь, кстати, еще прекрасный форзерс. Мы еще даже не приближаемся к финалу. Еще одна интересная история, скорее интересное событие, о котором хочется вам рассказать, это то, что я начала сотрудничать с издательством. Для меня это очень серьезная такая вещь. Это не просто способ получить халявных книг. Для меня это скорее какие-то отношения с издательством, что придаст мне уверенности в своем блоге, что это не просто какая-то болтовня книга, а что меня теперь связывают деловые отношения с издательством. И вот первым издательством, с которым я решила посотрудничать, стал Фантом Пресс. Я очень люблю это издательство. Мне нравится, как они относятся к изданию книг и что чувствуется, что для этих людей это скорее не работа, а вся их жизнь. И что это люди, у которых понедельник начинается в субботу. И вот, кстати, история, которая это может проиллюстрировать. Меня спросили, какие книги я хочу прочитать. Я ответила, что очень много уже читала, если честно, у этого издательства. И говорю, может, вы напишите мне какой-то список вот таких вот нежно любимых всем издательством книг. Может быть, я что-то пропустила интересное и хорошее. На что мне пришел ответ. Вот примерно такой список, в который входили примерно все книги издательства. Вот мы очень любим вот эту, и вот эту, и вот эту, и вот эту, и вот эту. Ну, как бы это чувствуется. И вот в этом списке я увидела Даниэля Шпека «Белла Германия». Действительно, книга, на которую я не обратила сразу внимания, к сожалению, потому что обложка первого издания была гораздо, гораздо лучше этой кинообложки. Хотя это семейная сага, которую я очень люблю. Я вот поняла, что, наверное, мне интересно читать уже семейные саги с какой-то изюминкой. Скорее всего, да, чтобы это было какое-то экзотическое место событий. То есть Индонезия, вот, да, или Мексика даже. А здесь Германия и Италия. Ну, как-то вот попривычней это все. Поэтому я прошла мимо. А сейчас думаю, ну, раз прям издательство очень любит эту книгу, то почему бы и нет. Кстати, мне еще в ней пришла весточка от Паши, который там работает. Мы ехали с Ваней в машине, когда я достала эту весточку, прочитала ее. То есть здесь мне Паша желает вдохновения, роста успеха. В Дживсу передает Тём. Ваня спрашивает, а мне, что Паша передал? Пришлось соврать, что тоже передал Тём. Так что, Паша, если Ваня будет спрашивать, подыграй мне. Вот, в ближайшее время тоже прочитаю эту книгу. Надеюсь, это будет действительно интересная семейная сага, которая пополнит копилку любимых. Большую такую, знаете, копилку. Свинка уже так стрещит. И вторая книга, которую я попросила, это для вас, за мои птенчики, как я могла о вас забыть. Микаэль Ниеми, популярная музыка из Витулы. Книга, которая стала фаворитом, одним из фаворитов прошлого года. Очень мне понравилась эта история. Возросление мальчиков, шведской глуши, с таким суровым северным климатом и с не менее суровыми людьми. Вот, очень смешная такая, какая-то ностальгическая даже немного книга. Чтобы получить эту книгу, подпишитесь на инстаграм фантом пресс. Я думаю, лишним это не будет. Можете подписаться на мой канал, мне будет приятно. И это увеличит ваши шансы получить книгу. Я вам по секрету скажу. И отметить в комментариях, кто хочет ее получить. Отправлю в любой уголок мира. Она до нас дошла из шведской глуши. Поэтому, мне кажется, и должна иметь право куда-то, в какую-то глушь еще одну добраться. Дальше небольшой раздел подарков. От Натальи Белоусовой мне на PayPal пришло поздравление с Новым годом. Спасибо огромное Наталье. Я решила незамедлительно эти деньги употребить в дело. И первая книга, которую я себе заказала, это тот самый устрашающий кирпич с превьюшки номер один. Это Чарли Кауфман «Муравечество». Я вообще не знала, кто такой Чарли Кауфман. Не знала, что это за книга. А когда она вышла, оказалось, что ее прям многие ждали. Она многих интересует. Ее все стали сразу читать, обсуждать. Я оказалась вообще не в теме. Решила почитать, что это. Мне ее советовать многие начали. Оказалось, что Чарли Кауфман – это же сценарист «Вечного сияния чистого разума» и быть Джоном Малковичем. Двух фильмов, аналоги которых я с удовольствием читаю в книгах, на бумаге. Я надеюсь, что это тоже не менее странное что-то, чем фильмы с сценаристом, в которых он выступает. И вот, возможно, совсем скоро мы с вами будем читать в каком-то вложике, устроим себе какой-то челлендж. Будем читать эту книгу. Пишите, сложна она или нет. Потому что то ее сравнивают с Улиссом, то пишут, что она очень легкая и смешная, то пишут, что она ужасно сложная. И я, в общем, не могу понять, в какую категорию мне эту книгу относить. Естественно, я не могла ограничиться одной книгой. Мне кажется, еще ни одного человека в мире не было, который бы добровольно положил одну книгу в корзину, заказал ее и ждал три недели одну эту книгу. Мне надо как бы больше стимулов для ожидания. Поэтому я заказала себе еще вторую. Это Ольга Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов». Я думала, мы с Ольгой Токарчук «На бегунах» закончим. Хорошая книга. Но, в общем, больше меня творчество не интересовало. Но в прошлом году некоторые мои любимые зарубежные блогеры прям добавили эту книгу в список лучших книг года. Вот конкретно «Веди свой плуг по костям мертвецов». И меня заинтересовало. Тем более, что здесь очень мрачный, экологический вроде как триллер. О девушке, которая живет в лесу. Я так понимаю, у нее немногочисленные соседи. И начинаются какие-то убийства. И как-то это все связано с оленем внезапно. И вот что-то такое, да, мрачное, камерное, лесное. Мне кажется, это следующая книга, которую я возьму с собой, если поеду опять с Ваней куда-то в домик, да, в какую-то глушь на пару дней. Я обязательно возьму Ольгу Токарчук и буду там читать. И надеюсь, мне будет страшно. И третья книга. С ней связана, сколько там, я уже запуталась. Интересная история номер три. Я нашла прям книгу, которая, как мне кажется, идеально Ване подходит. Это «Как сильно ты этого хочешь» про психологию спортсменов, да, что не только физической силой и выносливостью можно добиваться в спорте результатов, но еще и с помощью психологии. Надо как-то настроить свой мозг на победу, тра-та-та. И мне кажется, действительно так, что спортсменам очень важно еще и психологически над собой работать. И вот я заказала Ване книгу, и впервые где-то года за два, наверное, нашла вот то, что ему действительно будет интересно, что он действительно вот будет читать, что я бы хотела, чтобы он прочитал. И вот я так ждала, когда придет эта книга, я подарю ее Ване. Мне положили не ту. Мне положили максимально не подходящую для Вани книгу, а ближе к телу. Как перестать мучить себя и начать жить без диет и вредных привычек. Насколько вы любите свое тело? Пройдите тест. Шкала удовлетворенности своим телом. Первое. Я уважаю свое тело. Второе. Я довольна своим телом. Я думаю, что у моего тела есть, по крайней мере, несколько достоинств. Я придерживаюсь положительного отношения к своему телу. Я ощущаю себя красивой, хотя и отличаюсь от общепринятого стандарта модели, актрисы, звезды шоу-бизнеса. Я прям представляю Ваню, который сидит с карандашиком и проходит этот тест. Ощущаю ли я себя красивой? И чешет бороду такую свою заросшую, да? Очень интересно. Мое поведение отражает положительное отношение к своему телу. Со следующим подарком связана интересная история номер пять. В общем, я проводила анхол в январе, да, когда я отдаю, продаю книги зрителям. И, в общем, я каким-то образом с анхола умудрилась книги не продать, а получить за иметь себе. Мне зрительница написала, спросила, есть ли какая-то книга в наличии, ее уже в наличии не было. На что мне зрительница ответила, о, кстати, я тут на медне прочитала книгу, мне кажется, тебе понравится, давай я тебе ее подарю. Так что вот, друзья, это какая-то прям суперспособность моих зрителей, когда я пытаюсь продать им книги, они вместо этого дарят книги мне в ответ. Значит, вот эта книга, Ёжи Сосновский, Апокрив Аглари, это польский писатель, и я же столько всего про эту книгу начиталась, если честно, что я же забыла, что. Все повылетало из головы. В общем, эта книга о любовном треугольнике, при этом она, ну, очень странная, как мне кажется, и большинство литературы Восточной Европы. Вот, надеюсь, что она будет такой же странной, как и все, что я прочитала у сербов, у поляков, у чехов. Очень люблю такого рода литературу. Тут очень много тут сравнивают с волхвом Джона Фауза, и тут еще какой-то роман о безумной любви и странности нашего мира. Написан он с такой страстностью и так убедительно, что после его прочтения уже мало что может нас удивить. Кстати говоря, та самая Ольга Токарчук. Вот, надеюсь, понравится. И мне еще и вторая книжка совершенно неожиданно пришла, и это прям замечательное попадание. Ромэн Пуэрто Лас, девочка, которая проглотила облако размером с Эйфелеву башню. Здесь у девушки, которая решила усыновить ребенка из Марокко. И вот аэропорт, да, она сидит в аэропорту, предвкушает, что вот все через несколько часов ее жизнь кардинально изменится. Но тут происходит страшное, все рейсы отменяют из-за проснувшегося вулкана. И девушка не может поехать к своей дочери, которой срочно нужна операция. Но, как вот во всех этих добрых жизнеутверждающих книгах, любовь, она сильнее вулканов, спящих и дрее, и не спящих. Она сильнее пепла и самолетов. И, в общем, она, ну, судя по картинке, может, она и сама перелетит. Типа, кто знает. И последний подарок, он от Бороды Санты, он же Ленок, она же Лена с канала Once Upon a Time. Мы с Леной решили в подарок на Новый год обменяться друг с другом книгами какими-то. И вот я попросила у Лены мексиканскую готику Сильвии и Марена Гарсия. Была очень заинтригована, очень люблю готические романы. А если это еще и с мексиканским колоритом, это вообще прекрасно. Я не могла дождаться, пока эта книга доберется до нас. Мне очень хотелось ее заиметь практически сразу, практически сразу, это через месяц, пока посылка дойдет. Да, это все равно считается быстро по меркам, да, прихождения книг в Украину. В общем, я так была счастлива, сразу же села ее читать. Мне она ужасно не понравилась. Вот, прям обидно, ужасно. Если бы я сама ее купила, вообще было бы без проблем. А так как это подарок от Лены, мне прям обидно, что мне эта книга не понравилась. Но, конечно же, она никуда не исчезнет, останется со мной, как напоминание о прекрасной, щедрой, великодушной Бородье Санты. Но я очень рада, что Лена мне еще, оказывается, и вторую книгу решила подарить. Это Якоб Вигелиус, правда, о Салли Джонс. Вот в этой книге я почему-то нисколечко не сомневаюсь. Лена очень полюбила эту книгу. После как раз ее отзыва я и захотела ее читать. Это толстенная история о путешествующей обезьяне, человекоподобной, да, которая вроде как умеет разговаривать или нет, не знаю. И вот такая очень хорошая книга с плотной бумагой, с хорошим шрифтом большим, с огромным количеством иллюстраций, нарисованных самим автором. И здесь еще есть и карта на Форстце. В общем, я прям не знаю, у меня руки к этой книге тянутся, а потом мне кажется, что лучше ее оставить на какой-то беспробудно-черный день, когда не захочется даже вставать с кровати. А тут вот путешествующая обезьяна меня поддержит. Это книга о верной дружбе, надежде, предательстве и прощении. Следующие книги связаны с интересной историей номер 5, по-моему. Потому что они шли мне ровно год. Я оформила заказ в феврале, в прошлом. И тогда же как раз начиналась вся эта история с закрытием границ, пандемией, всем остальным. И, в общем, не успели мои книги ко мне приехать, границы закрыли, они так и остались в России. Мне уже успели за них вернуть деньги где-то в апреле, в мае. Но я все равно их ждала. И вот спустя год они все-таки до меня добрались. Мне кажется, уже даже книгам самим надоело валяться где-то на складе бесхозным, ненужным. Они отрастили ноги и уже перебежали эту границу сами, чтобы добраться до владельца, который будет их любить и поставить на полки теплые, уютные, ухоженные. Я очень рада, что все-таки эти книги доехали, потому что одну из них уже днем с огнем не сыщешь. Я ее как раз-таки искала повсюду, потому что не надеялась получить уже. Но она все-таки доехала. Я очень рада. Это устрашающая толстая книга с превьюшки номер 2. Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка». Она в жизни еще в 4 раза больше, чем вот на фотографиях и видео на самом деле. Когда я ее получила, я офигела. Можно ее, так знаете, внушительно делать. О, устрашающая. Когда я ее буду читать, и меня кто-то позовет, я буду делать так. Подождите. Вот, как только она вышла, я не хотела ее еще покупать, потому что это вот так, книга из того разряда, которую надо покупать и сразу садиться читать. Потому что если ты ставишь ее на полку, то все. Она примелькается, ты к ней привыкнешь, она обрастет пылью так, аристократично. И все. И будет стоять, стоять и стоять. То есть нужен какой-то вот стимул, чтобы ее прочитать. А новая хрустящая книга, чем не стимул? Но потом я поняла, быстро смекнула, что эту книгу разберут, и я ее 100% не найду, поэтому я ее заказала. Так и оказалось, пока она ко мне шла год, она исчезла окончательно из продажи, я ее из рук искала за какие-то сумасшедшие деньги, видела уже, да, прочитанные книги. Но все сложилось, рослось. Надеюсь, это знак, что книга мне понравится. Тоже здесь мнения разделились. Кто-то говорит, что это очень сложное, что-то страшное, типа Улиса. А кто-то говорит, что это не настолько сложно и страшно, что это очень весело, смешно и интересно. Так что будем читать. Ну, в общем, еще один серьезный парень в моей библиотеке появился. Осталось еще раздобыть «Радугу тяготения» Пинчена и, наверное, «Имя розы» Умберта Эка. И забрала еще две книги из этого заказа, который ко мне ехал год. Первая – это Рене Домаль. Французский писатель 20 века. И в этом сборнике его абсурдистский роман, что мне очень нравится. И эссе, и заметки. Ироничные, сюрреалистичные. Так что посмотрим, что это такое. Я, честно говоря, не знаю, кто такой Рене Домаль. Никогда о нем не слышала. Я никогда его не читала, но мне стало интересно из-за абсурдистского романа. Об интеллектуальных желатиноидах, кроме слив. Проекция психической деятельности на горизонтальную плоскость, например, фотографии человеческого лица в момент парамнезии, оставляет на протоплазматической массе, чувствительной благодаря слою бихромата калия. И третья книга, которую я решила тоже взять, это Джон Хоукс, Людоед, из серии Додо Пресс, золото 20 века. Как написано в аннотации, это важное звено между модернизмом и постмодернизмом. И что непосредственно и этим романом вдохновлялся Пинчан для создания своей легендарной радуги тяготения. Очень внушительно, учитывая его размер. Интересно, чем он там прям так сильно вдохновил. В общем, здесь что-то связано со Второй мировой войной, что-то, опять же, странненькое. По аннотации не пойми что. В общем, я такие книги люблю, поэтому решила взять, когда ты читаешь аннотацию и понимаешь, что ничего не понятно. Следующие книги, это небольшая порция нонфикшена, которая, опять же, у меня никогда не читается, но я решила, что все, хватит, пора читаться. Во-первых, это О счастье, счастье, переиздание Фернандо Песо и его книги Непокоя, которую я тоже очень сильно хотела прочесть и везде искала. Мне очень нравится эта обложка, да, очень красивая. Надо будет поискать, что это вообще картина, что это такое, ну, в общем, потрясающее. И, честно говоря, сейчас я уже прям вот полистав книгу, не знаю, почему я так сильно хотела ее прочитать. Я люблю Португалию. А это вот визитная карточка португальской литературы. Фернандо Песо у них повсюду, на стенах, на значках, сумках. Все с ним можно купить. И особенность этого писателя в том, что у него было, типа как, 55 альтер-эго писательских, да, то есть у него было 55 личностей, которым он придумал биографию, особенный стиль литературный. И вот они писали разные произведения, стихотворения и так далее. Вот здесь книга «Непокоя» – это такие заметки, размышления, афоризмы обыкновенного клерка. И они очень непростые. Такая, знаете, не перед сном книжка почитать после работы. «Болезненный интервал. Нечто, брошенное в угол, тряпка, упавшая на улицу. Так мое презренное существо притворяется перед жизнью». Оптимистично. Вторая книга – это Оливия Лэнг «Путешествие к источнику Эхо. Почему писатели пьют?». По-моему, это ее дебютная работа, которая мне очень интересна. Связь писателей и алкоголя почему-то меня очень интересует. Но я все не могу заставить себя его почитать, потому что здесь много писателей, которых я не читала. Например, Теннесси Уильямс, Реймонд Карвер, Чивер. И я знаю, что после этой книги я 100% заинтересуюсь их личностями, и мне захочется почитать их творчество. А оно не входит ни в какие мои планы пока что, и оно будет вообще не в тему. Поэтому я как-то так... И хочется и колиться, знаете. Но все-таки, наверное, надо. Будет отличный повод познакомиться с Теннесси Уильямсом наконец-то. И третья книга. Это просто прелесть какая-то прелестная. Посмотрите, это прям такая мини-энциклопедия Баухаус. Это школа искусств, в которой одно время работал... О, как раз на нем и открыла клея. Поэтому мне вот подумалось так, что было бы неплохо узнать побольше. О Баухаузе это прям такое легендарное место, которое просуществовало очень мало. Там что ли лет 14, не помню точно. Но которое при этом огромнейшее влияние на искусство возымело. Пока ее не закрыли нацисты. Вот, так что интересно будет почитать. Надеюсь, на этой книге мое увлечение искусством возродится как феникс из пепла. Потому что уж что-то надолго она уснула. И все эти мои книжки на полке с искусством тоже уже глубоко и беспробудно спят несколько лет. И наконец-то подходим уже к концу. Порция таких книг без категорий. И вот устрашающая книга, которую не видно на превьюшке номер 3. Владимир Набоков. Лекции о Дон Кихоте. Устрашающая, потому что с ее появлением. Теперь приближается мое чтение Дон Кихота. Мой такой читательский дневник. Мой вызов самой себе на этот год. Но я почему-то уже даже как-то пропал у меня страх перед Дон Кихотом. Я уверена, что он мне понравится. Поэтому тут просто надо собраться силами, отодвинуть другие книжки и взять этого гиганта читать. Саллиру ненормальные люди. Не могла сопротивляться больше покупке этой книги. Потому что было уже очень интересно, почему такой же ажиотаж вокруг этого произведения. Я его уже прочитала. Пиранези Сюзанны Кларк. Тоже книга, купленная под влиянием моих дорогих чудесных зрителей. Которая заставляет меня тратить деньги. Спасибо огромное. Тоже уже прочитала. Чудесная книга о гигантском замке, состоящем из тысяч залов. С мраморными колоннами. И житель этого замка, который путешествует по нему, изучает его. Дальше совершенно спонтанная покупка. Зима в Лиссабоне. Антонио Муньо Смолина. К стыду, признаюсь, меня заинтересовало, что здесь вероятные действия будут в Лиссабоне. Люблю Португалию. И здесь тоже причудливые синтаксические конструкции, где слова нанизаны друг на друга, словно только что рожденные звуки под пальцами саксофониста. Какой-то поэт, да, писал эту аннотацию. Отсылают читателя к джазовой стилистике. А музыка и кино здесь дополняют и оттеняют смысл. Опять же, аннотация, где понятно, что ничего не понятно. Люблю такое, заинтересовала. И если действительно здесь будут слова, нанизанные звуки под пальцами саксофониста, то я буду рада. Купила последнюю, наконец-то, часть Хроник семьи Козалет, пятую книгу. Очень рада, что успела, потому что сейчас книги покупать негде. А прочитать цикл без последней части, ну, как-то прям очень обидно, мне кажется. Поэтому вот, теперь я могу спокойно читать весь цикл. Опять же, к счастью, успела докупить вторую, третью часть трилогии Маргарет Эдвуд. Антиутопии про сумасшедшего ученого, который вывел вирус, который уничтожил человечество. И вот теперь, я так понимаю, человечество начинает свое развитие с нуля, да, станет более идеальным, что ли. Поработает над ошибками. Ну, вроде как-то так, я не знаю. Я еще даже первую книгу не читала. Вот, держу в руках третью, четвертую. И последняя книга, наконец-то у меня появился повод ее купить. Это «Тысяча осени» якобы Дзута Дэвида Митчелла. Уже года 3-4, я смотрю на эту прелесть. Просто восторг какой-то. Это уже не книга-издание, это уже искусство, я так думаю. Вот, но мне не хотелось совершенно читать. Здесь Япония, которая меня не сильно интересует. При этом какие-то там средние, по-моему, века, ну, в общем, какая-то древность. И вот, ну, совсем не то, что мне нравится. Но в прошлом году прямо все мои любимые блогеры добавили эту книгу в список лучших книг года. Многие говорили, что даже если вот как бы тема тебе неинтересна, что она и им была не очень интересна. Но настолько вот какая-то пронзительная история человека, который переезжает в Японию, и вот там находит себе и жену, и у него там прям целая эпопея, да, жизненная начинается, что вот настолько пронзительная, подробная, интересная история, что остаться равнодушным невозможно. Я наконец-то, аллилуйя, захотела эту книгу читать, и теперь у меня появилось полное право купить ее и любоваться ею днями и ночами. Я охрипла, рассказывая вам все эти интересные, в скобочках, неинтересные истории. Простите, пожалуйста, если я вас нагрузила. Кучей лишней длинной, длинно изложенной информации, но действительно прям я так рада всем этим покупкам, столько всего интересного с ними связано. Надеюсь, вам понравилось, вам было интересно послушать. Тот, кто поставит лайк, у него будут тоже связаны много интересных историй с книгами. Благодарила ли я вас уже за просмотр? В общем, второй раз лишним не будет. Спасибо еще раз, что посмотрели. Друзья, увидимся в следующем видео. Будьте здоровы!